Несколько вопросов. У вас видео высказания. Вам что-то известно было до сегодняшнего форума про технологию? Вы знаете, вот три форума 100+, которые высокому строительству освещены. Последний день у меня не доклады, и я руководителем лидератором являюсь секцией. Кроме того, зарубежные партнеры, и один из них это Игнасиев из Испании. Он на регулярной основе отбрасывает те изменения, которые есть в методике. Ну, они все связаны с зеленым строительством, с устойчивыми технологиями. И я получал приглашение в Барселонию от международного тура в Smart City 15-17 ноября. Но здесь были серьезные мероприятия, и невозможно было уезжать. Поэтому вот это все знакомо. Значит, что касается технологии, экономики, возможности технологические есть делать. Самые легкие, и несмотря на то, что вроде бы сегодня в докладе говорили, ну, 168 мест, это нерентабельно. Ну, это, вы знаете, что, значит, невозможно каждый час менять вагон. Да? Шарки. Поменьше, побольше и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, процесс должен идти по линии снижения веса конструкции. Самих. Да? Ну, вот. Может быть, девочки немножечко конкорентировались, что если будут более маленькие вагоны на меньшее количество человек, это их будет больше, они будут ходить быстрее, с маленьким интервалом движения, и это будет более рентабельно. Это вот как бы поправки такие будут. А вообще, вот в общем, сама технология, вы же понимаете, что это практически вот уже наступившее будущее. И это будущее потребует кадры, новые кадры. То есть, как вы считаете, готов институт готовить такие кадры? Вы знаете, что дело не в институте только, да? Дело, речь идет об университете, да? Да. Даже в университете. Механики, электрики, да? Те, кто занимаются электроникой, те, кто разрабатывает программное обеспечение для того, чтобы формировать грузопотоки, электронные билеты, да? Конечно. Не просто на месте, да? Можно ведь из дома заказать и купить. Эта система должна отслеживать, да? Конечно. Вот. Что касается строителей, то это что? Расчет конструкции, например, да? Вот. И, ну, то есть... Это целая отрасль, которая потребует, конечно же, очень много... Вы понимаете, это очень провокационный проект. Провокационный, да. В том плане, да, что он провоцирует, допустим, вот эту идею и захватывает массу отраслей национальной экономики. Конечно. Включает в себя массу специалистов, которые к этому привлечены, да? И, по сути дела, это... Ну, я бы сказал, что это мультипроект в том плане, что он потребует большое количество самых разнообразных специалистов. Абсолютно вы правы, и это просто... И отдельное направление. Это люди-сервисы. То есть, блин, без сервиса, да, ну, техника будет, да? Ну, техника это одно. А сервис и люди, которые обслуживают, да? Конечно. И сокращают. Мы 24 минуты... Да, 24 минуты, да? Значит, для того, чтобы такой скоростью, значит, мое передвижение было, да? Я не буду удовольствоваться тем, что думают. Вот сейчас я приеду туда, да, в конечную станцию, и где-то мне искать билет. Конечно. Билет уже у меня есть, да? Я прошел через турникет. Водителей не будет, вывезли. Да, да. Все будет анекдонно. Будет очень быстро и комфортно. Вот поэтому я и назвал его провокационным, да? Он провоцирует, провоцирует на много отраслей народного хозяйства, на много потребностей во многих специалистах. И поэтому, да, и нечего смущаться, когда задавать кому-либо вопрос, вы знакомы или не знакомы, вы за это или не за это, да? Скажем, в свое время, в 92-м году, были 8 принципов сформулированы устойчивого развития в Рио-де-Жанейле, да? Я вот 9-го числа перед школьниками буду с публичной лекцией выступать здесь, на институте, да? Вернее, у нас, на нашей территории. Она как раз посвящена вопросам устойчивого развития, да? И для того, чтобы школьники поняли, что это такое, с чем это связано. Это настолько много отраслей национальной экономики вовлекает в круговорот, да? Да, отходи на рынок. Я даже не жалею, что в свое время как-то даже пришлось вернуться для того, чтобы ее купить. Естественный капитализм называется, да? Значит, суть заключается в том, что естественный капитал, да, тот, который дает природу, да? Он, по сути дела, никак не учитывается в экономике. Мы считаем только то, что сами сделали руками, да? Железо, дерево, пластмасс, ралли, ну, все, да? А то, что бесплатно природа дает, природа дает, да? Она, мы на это как-то не обращаем внимания. А на самом деле это самый дорогой капитал. И что самое такое, может быть, печальное, что он не воспроизводится. Вода не воспроизводится, земля не воспроизводится, ее ровно столько можно. Кислородный, воздух, кислород, альтернативы этому нет. Вот этому процессу нет альтернативы. Как зеленые листва, да, чем, что нам дает, да? Вот, но однако, смотрите, сотни деталей в Бразилии леса вырубаются. Да, сейчас вопрос экологии, он стоит достаточно серьезной и жесткой. И транспорт SkyWay как раз самый экологичный транспорт, который будет, в принципе, на планете. Ну, который будет возрождать еще и территории, которые уже сейчас на данный момент как-то, ну, так скажем, загрязнены или утрачены, да? То есть туда, куда придет SkyWay, возможно, будет там возродить эти природные ресурсы. Мы не будем засыпать землю насыпями, асфальтами. То есть мы будем очень экологично строить, очень быстро передвигаться. Ну, все дело в том, что репродуктивные процессы, которые внутри почвы происходят, да, они имеют очень долгий срок, скажем, вот взять. У нас есть технология биогумуса, и мы будем возрождать почвы, и станции, которые будут посадочные, промежуточные станции, там как раз будет выращивание растений с применением биогумуса. То есть очень много технологий, которые будут помогать возрождать нашу вот зеленую планету. Ну, мы говорим только об одной какой-то частичке, да, проекта. На самом деле это гораздо все шире. Да, гораздо шире, и он настолько многогранный, что о том, что говорить и говорить. И когда я приводил этот пример, да, то я имею в виду, допустим, Чернобыль. Период полураспада измеряется в сотни лет, и нескоро эта земля возвратится. И вот, а то, что сейчас идем добросовестные китайцы, которые сжигают землю для того, чтобы получить отравленные помидоры, агурцы, и нам продавали. Хотя же мы тоже будем выращивать свои замечательные помидоры. Будем надеяться. Нет, нет, нет. Наш проект направлен только на то, чтобы максимально сделать комфортным, безопасным, экологически чистым существование человека и нашу планету. И именно эту идею мы продвигаем, чтобы пробовать сохранять мир и сделать все это красиво, комфортно и экологично. Ну да, тем более, что мир динамичный и стремительный, и нужно иметь в виду, ну и люди с каждым годом, с каждым десятилетиям, каждое новое поколение становится более искушенным и требовательным к тому, что их... Конечно, всем нужен комфорт, и при этом еще... И вот SkyWay как раз может совместить и комфорт, и экологичность, и безопасность. И вот это мы сейчас рады. Я благодарю. Ну я вас. Благодарю. Спасибо. Приятно было. Спасибо.